Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работает Сергей Уланов и Аиша Киреева. И перед выпуском вы узнаете о главных событиях этого дня. Строительство Экспо позволило создать 50 тысяч рабочих мест. В строительстве и подготовке выставки задействовано более 300 отечественных предприятий практически со всех регионов нашей страны, сообщил председатель правления АО «Национальная компания Астана Экспо-2017» Ахмеджан Есимов. В Уральске ликвидируют последствия сильного снегопада. Он повалил десятки деревьев и вывел из строя линии электропередач. Уже в этом году в поселке Зачиганск задут в эксплуатацию 500 квартир для очередников. Строящийся комплекс, состоящий из пяти домов, посетил Акимобласть и Алтай Кульгинов. Строительство Экспо позволило создать 50 тысяч рабочих мест. В строительстве и подготовке выставки задействовано более 300 отечественных предприятий практически со всех регионов нашей страны, сообщил председатель правления АО «Национальная компания Астана Экспо-2017» Ахмеджан Есимов. Сегодня завершено строительство пяти ключевых объектов выставки. Это международные павильоны, экспо-городок, экспо-офис, здание отдела внутренних дел и центр исследования энергии. Организаторы международной выставки Экспо-2017 сдали выставочные павильоны первым пяти странам. Венгрии, Германии, Китаю, Турции и Франции. Признаться, побывав на строительство Экспо-городка впервые, сначала даже не поверили, что здесь меньше чем через три года вырастет настоящий город будущего. Однако в том, что он вырастет, сомнений уже нет. Строительство, несмотря на погодные условия, идет полным ходом, круглосуточно. Жилые комплексы для размещения иностранных делегатов, прибывающих на Экспо, уже построены и даже обустроены. Жить зарубежным гостям предлагают в квартирах «Голд» и «Сильвер-класса». Сутки проживания в них обойдутся в 50 тысяч тенге. Квартиры для иностранцев полностью мобилированы и упакованы техникой. И все это, несмотря на кризис. Наш проект осуществляется в непростое кризисное время. Но при всемирной поддержке главы государства он стал одним из самых реальных антикризисных программ. Гости из Франции уже въехали в апартаменты. Они забронировали шесть квартир. Стоимость жилья в несколько тысяч евро их устроила. Цены не сравнить с теми, что были на выставке в Италии. За эти деньги гостям обещают сервис, как в отелях. Услуги горничной, медицинское обслуживание и круглосуточную охрану. В общем, теперь французы намерены зазывать гостей из Франции. Будет с Францией посетителей. Но можем сказать, что огромная заинтересованность Франции. Мы начнем тоже с января коммуникацию более интенсивную, чтобы подготовить тоже французов и европейские страны. Пока точно не скажем. Но надеемся, что очень много будет французов в Астане. В чем же уникальность экспо-городка? Здесь будут использоваться умные сети электроснабжения. Комплекс будет оснащен подземными каналами связи между зданиями для прокладки электрических кабелей, системой отопления и охлаждения. В городке будут использоваться современные технологии по вторичной переработке мусора, воды, добыче энергии с помощью альтернативных источников. Главная фишка экспо-городка в его, так сказать, начинке. Здесь будет умный не только электросеть, но даже мусоросборник. Такая вакуумная система, которая будет всасывать весь мусор из зданий и сразу отправлять его на вторичную переработку. А канализация будет работать, как в самолетах. Вакуумная канализация здесь используется. Это, знаете, принцип, как в самолетах. То есть она позволяет до шести раз экономить воду. Примерно так, наверное, сейчас планировали изначально на крышу. То есть батареи, наверное, вторым этапом это будет. Пока с учетом немножко кризиса было принято решение отказаться. Потом, я думаю, это все возобновится. Власти изначально обещали, что будут использовать специальные энергоэффективные остекления, солнечные панели, ветряные турбины и даже геотермальную энергию. При строительстве используют высокоэкологичные материалы, специальный утеплитель, так называемый тепловой конверт. Будет запущена умная система по дренированию воды и повторному ее использованию. Но, судя по всему, из-за кризиса эти обещания и планы могут сократить. Бауржан Шайхмед Ганиза Туспанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Уже в этом году в поселке Зачиганск сдадут в эксплуатацию 500 квартир для очередников. Строящийся комплекс, состоящий из пяти домов, посетил Аким Западно-Казахстанской области, Алтай Кульгинов. Он отметил, что строители несколько отстают от графика и призвал их работать в более высоком темпе. В пятиэтажке по линии казахстанской ипотечной компании строит одна подрядная организация. В доме из 100 квартир насчитывается 60 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир. Стоимость арендного жилья составит 662 тенге за один квадратный метр. Ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру составит около 26 тысяч тенге. Выплаты можно произвести за 20 лет. Хотя они относятся к эконом-классам, но очень просторные. Даже если взять кухни, помещения, не 8 квадратов в районе 12. Стены, конструкции стен, утепленные утеплителем, пенопластом толщиной 12 сантиметров. Окна предусмотрены однокамерные, но с энергосберегающим стеклом. Утепление на кровле мем-плита плотностью 130. Радиаторы у нас здесь по проекту чугунные. Они имеют способность быстро отдавать тепло, нагреваясь. Аким региона заявил, что подрядчики прекрасно осведомлены о штрафных санкциях за сорванные сроки работ. Но спешки они не должны забывать о качестве строительства. В этом году всего мы сдаем 14 многоэтажных домов. Это порядка полутора тысяч квартир. На все дома и в районах, и в областном центре в этом году на строительство домов и подведение инженерных коммуникаций, благоустройства, выделено 17 миллиардов тенге из всех источников финансирования. Это республиканский бюджет, это из национального фонда и софинансированный из местного бюджета. То есть это очень большой объем работы. Большая часть из этих домов и квартир предназначена для очередников, которые стоят в очереди. Сейчас в строящихся домах завершаются отделочные работы и благоустройство территории. Роман Копняев, Ербуал Аманшин, Александр Грабарев, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области завершен ремонт 36 километров трассы Ураськ-Таскала. Он проводится в рамках государственной программы «Нурлы-Жол». Ход работ проверил Аким региона Алтай-Кульгинов. Он отметил, что в данный момент проект реализуется по утвержденному графику. Напомним, что на ремонт 100 километров трассы будет потрачено порядка 23 миллиардов тенге. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2018 год. В ходе реконструкции используется новая технология с использованием геокомпозитного материала, который будет сохранять асфальт от разрушения. Когда завершится участок работы, снимается керн. То есть здесь мы снимаем участок работы, отправляем в лабораторию и все это проверяется. То есть это большой объем работы. Ну, визуально сейчас нормально, но мы еще будем проверять. Для нас самое главное качество. Поскольку это республиканская трасса, здесь транзитный коридор, очень много грузовых машин проезжает, поэтому качество это должно быть в первую очередь. 90 контейнеров с черной икрой изъяли полицейские. Автомобиль с икрой осетровых пород был остановлен на трассе Самары-Шимкент, не доезжая государственной границы. За рулем находился 46-летний мужчина. В салоне автомобиля помимо водителя находилась еще и пассажирка. Когда инспектор полиции попросил предъявить документы, пассажирка и водитель заметно нервничали, рассказали полицейские. Ну а после осмотра самого автомобиля в салоне полицейские обнаружили контейнер из черной икрой. В уральские многоэтажные дома требуют замены лифтов. Об этом сообщают сотрудники отдела ЖКХ. Основная часть высотных домов в городе была построена более 30 лет назад. И срок эксплуатации техники уже давно истек. По замене лифтов действует программа модернизации, но ею могут воспользоваться далеко не все. Наши корреспонденты продолжат. Сегодня в городе замена лифтов необходима в 109 многоэтажных домах. Работа 40 лифтов полностью остановлена. Все потому, что большая часть оборудования вышла из строя. Из 375 лифтов лишь около 200 находятся на балансе ЖКХ. Горлифт уже давно не действует, поэтому решать проблему жильцам необходимо самостоятельно. При неисправном лифте с помощью сотрудников частных фирм необходимо сделать заключение о том, что он непригоден, после чего воспользоваться программой модернизации ЖКХ. По вопросу лифта поступает много обращений от жителей города. Мы им письменно отвечаем, что только за счет программ модернизации предлагаем. А другие уже финансированы, у нас из местного бюджета не выделяется. Эта программа только на возвратном основе. Этот дом, расположенный по проспекту Евразия, построен более 30 лет назад. Срок эксплуатации лифта здесь уже давно истек. Но менять его на новые жильцы не торопится. Средств на это не хватает, да и доверие к новой технике не стопроцентное, заявляет домочадцы. Есть в новых домах поставили лифты, которые не работают, которые ломаются и на которых ездить невозможно. А в принципе говорят, что нужен новый. Но это большие деньги, жители не согласны на это. А в принципе мы уже три года об этом говорим, за три года можно было бы установить. Замена оборудования обойдется в 6-7 миллионов тенге. Эту сумму людям придется выплачивать 10-15 лет. Но как бы то ни было, это на сегодня единственный выход. Марина Горбокман, Рабек Кушалиев, Александр Грабуриев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. Останки Кике Батыра привезли из Венгрии в Алматы. Напомним, останки были ранее отправлены в Будапешт для изучения. Как сообщал ранее антрополог Андрош Желтбиро, в течение ближайших месяцев венгерские ученые планируют восстановить облик легендарного героя казахского народа. По его словам, результаты работы потом планируются презентовать в Казахстане. Также планируется проанализировать череп Батыра на предмет повреждений, чтобы установить, как он погиб. Из внутренней части кости попробуем выделить ДНК. Его можно будет сверить с ДНК потомков, рассказал ученый. Ночью в Усть-Каменогорске произошел пожар, в котором пострадали трое детей и их мама. Трехлетний мальчик, которого вместе с сестрой мать успела самостоятельно эвакуировать, получил отравление угарным газом. Их 34-летняя мама получила термические ожоги ног. Отравление угарным газом получил также новорожденный, находившийся в соседней комнате. Ребенок госпитализирован. Шестилетняя девочка получила ожоги первой, второй, третьей степени и была госпитализирована в центр матери и ребенка, где вскоре скончалась. Пожар произошел ночью на восьмом этаже девятиэтажного дома. Службу пожаротушения вызвали соседи. К моменту прибытия пожарных в помещении детской комнаты горела мебель, вещи, двери, бытовая техника. С верхних этажей жилого дома пожарные эвакуировали четырех человек. По информации ДЧС, владельцы квартиры рассказали, что перед сном они оставили в детской комнате включенным электрообогреватель. В Уральском городском суде начался процесс по делу жадных сутенеров. Львиную часть денег, которые зарабатывали жрецы любви, преступники оставляли себе. Сейчас подсудимым грозит до семи лет лишения свободы за сводничество. Двух сутенеров 30 и 38 лет задержали в мае этого года сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью. Как выяснили следователи, мужчины в течение долгого времени занимались сводничеством. При этом заработанные денежные средства мужчины тратили на свои нужды. Девушкам оставляли лишь минимум на покупку предметов первой необходимости и продукты питания. Как отметили сотрудники правоохранительных органов, ежедневный заработок преступной группы составлял порядка 150 тысяч тенге. Сутенеры снимали квартиры и сами доставляли туда проституток. Свидетельские показания по этому делу дали таксисты и сотрудники частных гостиниц. В коротком заставлял ходить. Мороз был, он в коротких юбках, в коротких куртках заставлял ходить, чтобы товарный вид был. От этого и заболел турбокулезом. По 8-9 клиентов. Там не выбирали и на толпу заходили. Бизнес в сфере коммерческого секса в месяц приносил злоумышленникам до 4 миллионов тенге. Стоит отметь, что подсудимые вины свои не признали. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. В 2017 году во всех многоэтажных жилых домах будут установлены общедомовые приборы учета тепла. Об этом заявили представители ОО «ЖАЭК Теплоэнерго» во время пресс-тура для журналистов. Помимо этого, представители СМИ, ЖАЭК Теплоэнерго и Департамента комитета по регулированию естественных монополий посетили ряд объектов и ознакомились с ходом исполнения инвестиционной программы на 2016 год. Первый объект посещений – это тепломагистраль номер 7 по улице Тимиромасина. Трубопровод, который здесь заменили, уже давно изношен. Срок его эксплуатации составлял 26 лет. Коммунальщики говорят, что в период отопительного сезона на этом участке труба доставляла немало хлопот. Поэтому было принято решение произвести замену тепломагистрали с помощью программы «Нурлыжол». Теперь на этом участке под землей 484 метра новой трубы. На сегодняшний день прокладка трубопровод завершена, теплоноситель на дома подан, тепло, горячую воду мы подали. И сейчас, как вы видите, ведутся такие работы, земляные работы. До конца ноября данная работа будет завершена. От этого магистрали питаются дома, это в основном район Зенит, порядка где-то 48 домов. Далее представителям СМИ показали новый современный пластинчатый водоподогреватель – отечественные сборки. День с помощью этого оборудования из холодной воды делают горячую. Нагревают до 65 градусов и пускают по трубам. Такие аппараты начали устанавливать с 2003 года по инвест-программе. Их срок эксплуатации – 10 лет. Стоимость этого оборудования зависит от нагрузки и порой доходит до полутора миллиона тенге. Преимущество в том, что оно эффективное, занимает маленькую площадь, как видите. Раньше стали такие большие, уже трудные, ну труба в трубе, проще говоря. Были большие утечки, здесь практически этого нет. И вот вода проходит по этому пластинку, который имеет определенный ход. Эти подогреватели тоже подбираются путем расчета на определенную нагрузку, который вот этот топ, допустим, охлаждает несколько домов на весе вот этот микрорайон. А вот жильцы дома номер 7 в 4 микрорайоне с ноября месяца текущего года будут оплачивать за отопление согласно показаниям прибора учета тепла. Его установили здесь в этом году. Всего же по инвест-программе в текущем году по городу было установлено 239 приборов учета тепла. И на сегодняшний день ведутся пусконаладочные работы. В целом по городу в многоэтажных домах установлен 671 прибор учета тепла. 556 из них установлены за счет средств АОЖЭК Теплоэнерго. В планах у коммунальщиков в 2017 году на 100% обеспечить город приборами учета тепла. Эти счетчики, кстати, позволяют значительно экономить. Экономия, она разная зависит. Есть часть домов, которые выходят за топительный период и 70, и 80 тенге выходит за квадратный метр. При том, что существующие у нас 140 тенге за квадратный метр, в целом на 50% экономия уходит. Но все зависит обратно от людей самих и от КСК работы. Если в каждом доме будут производиться теплоизберегающие мероприятия, то целой экономии можно добиваться. До 50-40% экономии можно добиваться. Но если, конечно, подвал открыт, в подъездах двери, окна, все насти, все раскрыты, тепло будет уходить, конечно, часть домов будет оплачивать больше, чем по тарифу. Коммунальщики продолжают. Чтобы тепло не улетучивалось впустую, форточки, окна и балконы в квартирах открывать нежелательно. Если дома очень жарко, необходимо обратиться в КСК, чтобы там, в свою очередь, отрегулировали тепло в элеваторном узле. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В честь Дня сельхозработника и в рамках 25-летия независимости Республики Казахстан в селе Асан состоялся праздничный концерт, приуроченный к 10-летнему юбилею крестьянского хозяйства «Морель». Главы многих крестьянских хозяйств приняли участие в этом празднике. Подробности в следующем сюжете. Одной из составляющих нашей страны является развитие сельского хозяйства и животноводства. Со стороны государства оказывается большая поддержка малому и среднему бизнесу. Крестьянское хозяйство «Морель» благодаря государственным программам открыло свое предприятие и на протяжении 10 лет является одним из ведущих аграрных хозяйств. Данный концерт собрал большое количество жителей сельского округа «Сан», многие из которых пришли поблагодарить руководство предприятия за оказанную поддержку. Хотим пожелать им крепкого здоровья, больших успехов, творческих успехов, процветания. С момента начала своей деятельности крестьянское хозяйство обеспечило постоянной работой 40 местных жителей. Увеличилась посевная территория, а также была обновлена сельхозтехника. О хозяйстве рассказал глава крестьянского хозяйства «Морель» Марат Асанов. Наше крестьянское хозяйство сформировалось в 2006 году, в апреле месяце состояло оно из 15 человек. Сеяли мы там около 1000 гектар. А на сегодняшний день мы сеем уже около 8000 гектар, коллектив около 40 человек. Вот получается за 9 лет с небольшим мы сформировались и идем вперед. Наш план довести до 2018 года до 10 тысяч гектар. Вот сегодня мы решили отметить такой праздник, юбилей, 10 лет нашему крестьянскому хозяйству. Также в качестве гостей были и руководители других христианских хозяйств. Руководство Асановской школы, которые также выразили свои поздравления. В завершение Марат Асанов наградил отличившихся сотрудников памятными подарками и бутевками в Таиланд. Отмечаю, что труд человека должен оцениться высоко. Рустам Ашарипов, Мохаммед Консултанов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске до сих пор ликвидируют последствия сильного снегопада. Он повалил десятки деревьев и вывел из строя линии электропередач. Сейчас коммунальщики продолжают очистку от снега и грязи улицы и тротуары, а энергетики восстанавливают оборванные электролинии. В Уральске до сих пор продолжается уборка улиц от выпавшего снега. Еще накануне экстренные службы распространили штормовое предупреждение. Снег начался ночью и уже ранним утром техника ТО «ЖАИК Тазакала» выехала на очистку дорог. За сутки в Уральске выпала почти полумесячная норма осадков. Дорожное эксплуатационное предприятие приступило по уборке снега с 4 утра. В настоящий данный момент колонны по уборке снега еще не заехали в базу. То есть они уже замены колонной на дневной и ночной ведутся при работе. То есть, например, по ходу уборки снега меняются. На сегодня выход техники составляет около 50 единиц. Выход дорожных рабочих на сегодня 345 человек. Основная масса, как вы знаете, сегодня охватывается дороги, которые обеспечены общественным транспортом, магистральной улицей. Но возникают трудности. Как вы видите, снег идет тяжелый и влагостойкий. В связи с этим у нас в принципе с уборкой возникают проблемы. В городе повалило несколько десятков деревьев. Сейчас заявки от людей поступают в коммунальные службы. В первую очередь от упавших стволов очищают дороги и тротуары. Также обесточенными оказались четыре светофора. На перекрестках движения регулируют сотрудники правоохранительных органов. Деревья все повалило. Все тротуары все забило. Подъезды. Вот машина стоит, подъездка, тоже опасно. Деревья все попадали. КСК должно смотреть, убирать, подрезать. Это вот не делается. Сейчас вот дети ходят, люди ходят, бабушки, старики. Он может на голову упасть. Дети радуются первому снегу, хотя вряд ли он продержится долго. Уральцы могут понаблюдать за удивительным чудом природы. Сейчас на дворе еще не зима, но вот выпал снег. И можно сделать вот такого красивого снеговика. Полицейский просит соблюдать предельную осторожность при плохих погодных условиях. Необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. В регионе из-за сильного снегопада оказались обесточены несколько микрорайонов города. Сейчас последствия непогоды ликвидируют 9 бригад, из которых 2 аварийных. Энергетики отмечают, что на них обрушился шквал звонков жителей города, которые остались без электричества. В данный момент многие аварии уже ликвидированы. Остальных потребителей просят набраться терпения. Листва еще не слетела с деревьев. И получилось так, что деревья все стали падать, наклоняться. И у нас получилось повреждение линии электропередач. Значит, по 10 кВт было выведено 13 воздушных линий и обрывов где-то около 15 штук. В первую очередь, естественно, мы стараемся запитать жизненно важные объекты. Это психиатрическая больница у нас сидела без света. Сейчас мы ее уже включили. Дом инвалидов был без света. Сейчас на данный момент тоже включили. Поселок Ивушка, санаторий, вернее, Ивушка был тоже без света. На данный момент сейчас включили. Ну и осталось у нас поселок Деркул. Часть частного сектора без света. Сейчас бригада работает у нас. Путевку в Арабские Эмираты выиграла посетительница кинотеатра «Синема-парк». В честь дня рождения заведения состоялась лотерея. В ходе которой была разыграна путевка на двоих в Дубае. Кроме того, посетители смогли насладиться большим праздником и продолжительным киномарафоном. Для участия в праздничной лотереи в «Синема-парке» собралось огромное количество людей. Все они частые посетители кино. После каждого киносеанса они бережно хранили билеты, чтобы в этот день обменять их на заветные лотерейные купоны. Кто-то собрал по 20-30 билетов, а кто-то пришел попытать удачу лишь с одним. Но все зависело от фортуны. Немного терпения и два билета в ночной клуб и абонементы в кино разыграны. Самый долгожданный момент был впереди, ведь путевка в Дубай всего одна. Для выигравшей ее 18-летней жительницы Уральска совпадение заветных цифр в билете стало полной неожиданностью. Я до сих пор не могу поверить, но каждую субботу и воскресенье, получается, я каждый раз хотела, не пропускала ни одного примера. «Синема-парке» я хотела пожелать, что спасибо большое сити-центру, получается, руководителям. То, что они устраивают такое мероприятие, очень даже сколько путевок было. И то, что есть такое, прям, как бы сказать, Дубай, путевка, я там ни разу не была. И спасибо «Синема-парку», то, что они устроили мне, как бы, такое, я думаю, что не забываемое путешествие. В день рождения подарок любимому кинотеатру сделали и студенты. Кинотеатр «Синего-парк» с удовольствием посещает все уральцы, ведь он полностью отвечает необходимым требованиям. Комфортабельность, качественный показ фильмов, удобные залы и, конечно же, скидки. Ежедневно работают шесть кинозалов. У нас хорошая акустика, отличные кресла, удобные. Действуют студенческие билеты, детские билеты также. Те, кто однажды пришел в «Синема-парк», становятся его постоянными посетителями. За два года работы кинотеатр собрал тысячи покойников. Здесь всегда новинки и фильмов, и детских мультфильмов. Поэтому дети всегда довольны остаются, когда посещают кинотеатр. Празднование дня рождения продолжилось развлекательной программой для детей и ночным киномарафоном. За две тысячи деньгей киноманы могли всю ночь наслаждаться просмотром фильмов. Марина Горбук, Ербоа Маншин, Александр Грабуриев, ТДК-42. В Уральске прошел международный турнир по самбо среди молодежи до 23 лет. Соревнования посвятили памяти заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Аскара Шайхиева. В торжественном открытии турнира приняли участие супруга именитого спортсмена, заместитель Акима области Марат Токжанов и вице-президент Федерации самбо. За спортсменами на татаме наблюдали и наши корреспонденты. Борьба с самбо и единоборством получили широкое распространение в Казахстане благодаря труду многих людей, в числе которых Аскар Шайхиев. Будучи одним из первых казахстанских атлетов, покоривший мировой спортивный пьедестал, он обеспечил высокий успех и неувидаемую славу борцам западно-казахстанской школы. Общий уровень развития самбо на сегодняшний день очень хороший. И мне бы хотелось отметить тот факт, что Аскар популярен не только в самбо. В Алма-Ате проводили в честь него турнир по тэквондо. Вот я присутствовал на нем. Он сам работал тренером по дзюдо уже потом. То есть, на мой взгляд, вот и все мероприятия, которые проводятся в честь наших спортсменов знаменитых и тренеров, которые ушли от нас, но которые оставили яркий след, это тот самый хороший памятник для них. Этот турнир стал уже традиционным. Ежегодно в нем принимают участие спортсмены из десятков городов и стран. Каждый раз уровень подготовки участников растет, так же, как и уровень самого турнира. Мы приехали из Армении, в город Еревана. Уже второй раз приезжаем на соревнования. Вот в этот раз два спортсмена привезли, но в следующий раз будет больше. Каждый год ваше соревнование становится сильным, поэтому мы хотим каждый год приезжать соревноваться. Победители и призеры турнира были награждены дипломами, медалями и денежными призами. Олег Великий, Ербал Аманшин, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. И в завершении выпуска коротко о погоде. За сутки в Уральске выпала 10-дневная норма снега в связи с тем, что на улице плюсовая температура, на дорогах образовалась снежная каша, которая затрудняет движение автотранспорта. Синоптики предупреждают всех автолюбителей. В ближайшие дни ожидаются небольшие осадки, туман и гололед. Поэтому лучше воздержаться от длительных поездок за город и быть предельно внимательными на дорогах. Ветер северо-западный 9,14 метра в секунду. Температура воздуха ночью 0,5 градусов мороза, днем 0,5 градусов тепла. 2 ноября ночью ожидается понижение температуры воздуха до 4-9 градусов мороза. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте www.tdk42.kz. Всего вам доброго и удачной недели! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова В Уральске днем 0 градусов, ночью минус 3 снег. В Актау плюс 11, плюс 6 дождь. В Актубе днем плюс 2, ночью 0 градусов снег. В Атерау плюс 9, плюс 4 дождь. В Кокшетау плюс 1, минус 2 снег. В Костанае днем плюс 2, ночью минус 2 снег. В Казаларде плюс 13, плюс 7 дождь. В Павлодаре плюс 4, минус 2 дождь. В Петропавловске днем 0 градусов, ночью минус 3 снег. В Талдыкургане плюс 20, плюс 6. В Таразе плюс 19, плюс 10. В Усть-Каменогорске плюс 6, минус 1 дождь. В Караганде днем плюс 6, ночью плюс 4 дождь. В Шимкенте плюс 20, плюс 14 дождь. В Алматы плюс 11, плюс 5 солнечно. В Столице Республики Астане плюс 6, плюс 2 дождь. В Столице Республики Астане плюс 6, плюс 2 дождь.